В этом зале собрались самые известные судьи Акмолинской области. Для служителей закона фраза «рухань и жангру» имеет особое значение. Здесь говорят, авторитет судей во все времена был непререкаем. К словам Биев прислушивались и молодежь, и аксакалы. Быть таким же примером для окружающих стараются казахстанские судьи и сейчас. Географы и историки Европы и России были очень удивлены, что в казахской степи был некогда институт судей, то есть Биев. Ведь именно они способствовали мирному разрешению конфликтов и споров среди людей. В лице одного Биев были представлены функции прокурора, полицейского и адвоката. То есть, насколько мудрыми, вдумчивыми и справедливыми были эти люди. Выдающихся людей того времени, которые служат примером для юного поколения казахстанцев, вспоминали на неделе и в Актюбинской области. Выходцы из одного из районов этого региона установили на малой родине памятники известных казахских батыров. Теперь при въезде в Хобду гостей жители поселка встречает Коблан-де-Батыр. 11-метровый образ воина отлит из меди. Я представитель 17-го поколения Коблан-де-Батыра. Он великий батыр казахского народа. О его героизме я знаю 29 разных мифов, которые сложил народ. Спасибо, что поставили его памятник на родине батыров. Это очень благородное дело. Молодежь должна знать историю и хорошо ориентироваться в истории родного края. Но украшают район не только памятники. Подарили бизнесмены местным жителям и новый сквер, построенный в честь педагогов региона. Появился в районе и большой парк Манглик-Ель. Его сердце – 21-метровый флагшток. Здесь также разместилась аллея героев и площадь независимости. Современное освещение создает в парке особую атмосферу. На строительство объекта предприниматели направили больше 80 миллионов тенге. Но как вырастить достойные поколения, такие, которые через многие годы будут чтить родную землю и помогать малой родине. В Усть-Каменогорске уверены – все начинается с детства. И главное – дать ребенку хорошее образование, помочь с выбором профессии. Впрочем, восточно-казахстанская молодежь уже сейчас предпочитает рабочие специальности. Студент второго курса электротехнического колледжа Досханзи Ядабек считает, что при выборе профессии не ошибся. Уже сейчас начинающий энергетик занимается двумя перспективными проектами – по беспроводной передаче электричества на расстоянии и источником высоковольтного напряжения. «Это проекты будущего. К примеру, таким образом можно снабжать беспроводным электричеством целые города. А это экономия на тех же столбах, проводах. Да и не везде есть возможность их протянуть. Поэтому развитие подобных технологий позволит нам добиться развития всей сферы». Пример старших заразителен. Вот и одиннадцатиклассник Руслан Тумабаев уже решил попробовать себя в роли сварщика. Но признается, что его заинтересовали сразу несколько профессий. «Хотя я и собираюсь поступать на высшее учебное заведение, но я думаю, что после того, как я отучусь там, мне не помешает получить еще одно техническое образование, чтобы я умел делать что-то еще руками. Потому что это никогда не будет лишним». Как это и руками работать, и изобретать, знает 20-летний студент из Костанайской области. Сергей Титов из подручных материалов собрал 3D-принтер. Машина по характеристикам не уступает заводским аналогом, хотя стоит в три раза дешевле. Говорит, что всегда мечтал внести свой вклад в развитие страны. И вот получилось. «Я поставлю с собой цель 3D. А что это такое? Для меня это было вообще темный лес». Изобретением Сергея уже заинтересовались в местной палате предпринимателей. Государство тем, кто хочет развивать страну и развиваться, самим охотно помогает. Технология 3D-печати молодого человека заинтересовала полтора года назад. Стоимость принтера поначалу оттолкнула. Потратить 150-200 тысяч тенге на подобную технику для простого студента – непозволительная роскошь. Поэтому решил собрать 3D-принтер самостоятельно, используя подручные материалы. На что в общей сложности потратил почти 60 тысяч тенге. «Многих деталей от этого принтера данной модели не хватало. То есть не было вот этих штучек белых, на которых ремень крепится. Мне пришлось их делать буквально из картона». Новаторов и ученых ждут в Ак-Тубе. Здесь разрабатывают проект первого в Казахстане геопарка. Местные власти рассчитывают, что метеоритный кратер Жаманши станет местом паломничества ученых и туристов со всего мира. «Восемь лет работаю в природном резервате. Это удивительное место и единственное в Казахстане. Многие приезжают сюда, чтобы полюбоваться природой и взять на память кусочек метеорита». Ученые впервые исследовали эту местность в конце 70-х годов прошлого века. Теперь многих тревожит дальнейшая судьба уникального кратера. Спасти Жаманшин поможет новый проект. Если его одобрят, тогда Иргийский геопарк станет первым в своем роде в республике. «Создание геопарка предусматривает, скажем, не менее двух лет для того, чтобы рассмотреть, произвести расчеты, разработать технике и химическое обоснование. На самом деле это представляет большой интерес. На сегодняшний день там очень много желающих туристов, желающих геологов посмотреть, изучить, какие возможности есть». Кроме этого, в региональную программу развития туризма вошел Иргиз Тургайский природный резерват. Здесь больше 80 жемчужных озер, богатых рыбой. К живописным водоемам слетаются миллионы пернатых, в том числе розовые фламинго, лебеди, дрофы, пеликаны и журавли. Всего около 250 видов, 30 из которых занесены в Красную книгу. В том, что такие уникальные сакральные места Казахстана помогают в познании родной земли, уверены и археологи Южного Казахстана. Артефакты, найденные на Атрахском оазисе, на юге страны, привлекают внимание ученых со всего мира. Остатки храма эпохи Кангюй обнаружили во время раскопок студенты и преподаватели Южно-Казахстанского госуниверситета. По мнению ученых, сооружение сохранилось до наших дней благодаря тщательно забутованной кирпичной кладке. Полы и основания стен выложены фрагментами керамических сосудов, что практиковалось только в храмовых комплексах. Сохранность стен очень хорошая, два, в некоторых местах три метра достигает. Тамгообразные знаки на керамике. Стены, эти находки тем, что Атрахский оазис находится на перекрестке культурных традиций между степной цивилизацией и центральной азиатской цивилизацией. Но рассказать об уникальной культуре и традициях Казахстана могут не только сакральные места нашей страны. Казахстанские дизайнеры представили свои коллекции в Москве на неделе моды. Два дня фэшн-показов проходит под эгидой программы «Рухани Жангару». Это не коммерческий проект, говорят дизайнеры, а культурно-социальный месседж. Творцы одежды работают в различных направлениях, но подчеркивают, их коллекция объединяет общий культурный код. Субтитры создавал DimaTorzok